Привет, друзья, я Влад. Мы собираемся в недельный бон-вояж по Балтике и я решил апгрейдить наши боковые сумки Ортлип. Вы, скорее всего, знаете эту немецкую фирму, которая делает велосипедные, дорожные сумки, баулы, рюкзаки и там подобные вещи, главная фишка которых водонепроницаемость. Ну так вот, Ортлип выпустили потроха для своих боковых велосипедных сумок, которые и без того комфортную жизнь велотуриста должны сделать еще комфортнее. В принципе, у них это получилось, но есть нюансы. И первая вещь это вставка-органайзер. Ортлип позиционирует ее как такой офисно-городской вариант, но ничто не мешает использовать ее и для путешествий. Вот здесь можно возить фотоаппарат или дрон, сюда поместится ноутбук или планшет. От механических воздействий эта вставка не защищает особо, поэтому нежную и чувствительную электронику нужно защищать дополнительно. Не знаю, там, пенопласт или поролон проложить. Ко внутренним карманам самой сумки доступ сохранился. И в общей сложности в этой сумке теперь получилось два-три больших открытых кармана самой сумки. Вот это отделение и вот этот. И шесть открытых карманчиков, один самой сумки и пять во вкладке, открытых карманчиков для всего поменьше. А вот в эти вот сеточки, которые как бы для бутылок, в них хорошо поместятся объективы. Еще есть два кармашка для палочек для суши и противоугонный шнурок. Если же из всей электроники у вас только смартфон и пауэрбанк, то здесь можно возить запас продуктов, посуду, одежду, что тоже удобно благодаря всем вот этим разделителям и карманам. Ну и еще эту вставку вместе со всем содержимым можно просто вытащить из сумки, что, конечно, проще, чем снимать и ставить всю эту сумку целиком. Вот так входит и выходит. И выходит, и входит. Теперь нюанс. Толщина или глубина этих вставок 16 сантиметров. И это идеально подходит для боковых сумок толщиной 17 сантиметров. А вот в сумках толщиной 26 сантиметров, как вот эти, например, в них эти вставки будут болтаться, потому что остается еще 10 сантиметров толщины. Туда, конечно, можно напихать одежду или еще что-нибудь, но лучше бы Ортлеп сделали глубокие вставки и для таких больших боковых сумок. То же самое касается и второго комплекта вставок, который в Ортлеп назвали упаковочными кубиками. Хотя любой выпускник средней школы сразу опознает в них прямоугольный параллепепет. Но пусть будут кубиками. Так вот эти кубики тоже для сумок толщиной 17 сантиметров и объемом 20 литров. Три таких кубика по 5, 6 и еще раз 6 литра в общей сложности 17 литров заполняют тонкую заднюю боковую сумку полностью. А вот в такой толстой сумке объемом 35 литров будут, конечно, болтаться. Тоже можно, конечно, запихать еще сюда одежды. А можно комбинировать вставку органайзер в такой большой сумке и один из упаковочных кубиков. Или даже два. В общем, придумать что-то можно и с этими вставками по-любому удобнее, чем без них. Но у Ортлеп надо либо сделать вариант вкладышей для больших боковых сумок, либо так прямо и писать, что эти вкладыши для сумок толщиной 17 сантиметров. Потому что сейчас на сайте Ортлеп просто написано, что эти вставки идеально подходят для боковых рулонных сумок бакроллер. Вот это бакроллер. И подходит не идеально. Болтается, как в проруби. Ниже по описанию на сайте указываются размеры вставок. Но сколько людей будут париться и измерять свои сумки, сверять с указанными размерами, если на сайте черным по белому написано, что вставки подходят идеально. Почему в Ортлеп так сделали? По умслу или по невнимательности? Не так уж и важно. Главное, что мы теперь знаем, что нельзя слепо верить написанному на их сайте. И лучше лишний раз перепроверить. И третья полезная вещь для боковых сумок, о которой я хочу вам рассказать, это внешние съемные карманы. Они из двух объемов. 1,8 литра и 3,2 литра. И вот тут они уже указывают на сайте, для каких сумок какой карман подходит, а для каких нет. В большой карман помещаются кроссовки 44-го размера, а в маленький карман кеды 38-го. Ну и еще сюда можно запихать полный комплект защиты от дождя. Куртку, штаны и бахилы. Это удобно, потому что и обувь, и дождевики не всегда получается почистить и просушить после использования. А тут они в индивидуальных кармашках и не испачкают, и не намочат другую поклажу. И опять же, всегда под рукой. Можно быстро достать при надобности и отстегнуть сам внешний карман со всем его содержимым. Можно, конечно, также и потерять его в совместе со всем содержимым, потому что никакой страховки на этот счет не предусмотрено. Крепится внешний карман на боковую сумку с помощью двух пар вот таких вот планок и четырех саморезов. Для этого по прилагаемому шаблону надо проколоть четыре дырки в стенке боковой сумки прилагаемым же шилом, прикрутить сквозь эти дырки планки попарно и просто ввести в них внешний карман. Как эти четыре дырки повлияют на водонепроницаемость боковой сумки, в Ортлип умалчивает. Никаких герметизирующих шайбочек или прокладочек в комплекте не идет. Поэтому можно либо самим что-нибудь придумать, я вот изоленту приклеил с двух сторон перед тем, как планки скрутить, либо хотя бы иметь в виду, что ваша сумка больше не того, не герметичная. Вот, в общем-то, и все. Подписывайтесь здесь. Ролик про байпакинговые сумки тут, лайк можно поставить там. Надеюсь, что ролик был вам полезен. Спасибо, что смотрите наш канал. Будьте внимательны в Ортлип. Пока!